Да, у нас в студии всё по-настоящему. Например, сегодня будет для вас петь Михаил Зайцев, системный администратор. Это я. Доброе утро, Михаил. Доброе утро. Да, вот так случается, когда у людей музыка — это хобби, а не работа. И это непрекрасно, потому что, ну... Это значит от души. Это не для того, чтобы понимать, вот сейчас я напишу песню, и потом как бабло посыпется. Нет, вот так вот не работает, ребята. Тем более, что Михаил любит исполнять больше, чем сочинять. Это правда, да. Я в основном, на самом деле, исполняю больше песни, и пою их, выбираю какие-то, стараюсь искать, какие сейчас очень исполняются мало, и возрождать их, что ли, как-то... То есть это камеры? Это в каком-то смысле камеры, но в нашем представлении современный, как бы, кавер — это когда ты берёшь какую-то известную песню, берёшь, делаешь её и, как бы, вот, перепеваешь. В моём случае я стараюсь искать песни абсолютно малоизвестные. Даже нет. Какие-то бардовские, неизвестные, и брать, и популяризировать их. И в своей какой-то интерпретации. Всё верно, да, 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 да. Какая у вас аудиотека, какие исполнители в окнах, так, для примера, какие года там? Тут нужно тоже сделать маленькую ремарку. Дело в том, что я гитарист, наверное, больше, чем исполнитель, вот, и поэтому, как музыку, я слушаю больше джаз. А как для себя, скажем так, что я пою — это, как правило, старые советские песни какие-то. Юрий Висборг, Олег Римм, Амитяев. Всё верно. Это слишком известные люди, он стал любит неизвестных. Кстати, а у Висбора есть песни, которые не так раскручены? Есть, есть, есть и такие, да, но вот я всё-таки стараюсь выбирать даже авторов, которые не настолько известны. А, например, можете назвать? А давайте, а может быть, прям послушаем, например, да? Давайте, давайте послушаем. Ну, а что, ну, сейчас гитару уже, слышу, он уже не может, он уже прям-прям, ну, конечно, послушать. Есть такой человек, который участвовал в дуэте Иваси, так называемом, в советское время это был очень известный дуэт бардовский. Да-да-да, их так и называли, да-да-да, Алексей Игоревич Ивашенко его зовут, песня из относительно его новых, поэтому не такая известная, как предыдущая. Когда уйдёт любовь практически без шума, растаяв, как дымок вчерашнего костра, мир снова станет простым. Ты снова станешь умным, в пятнадцать раз умнее, чем вчера. Возникнут за окном привычные картины, и, как всегда, забот набьётся полон рот. И ветер будет свеж, и вместо никотина в нём будет натуральный кислород. Когда уйдёт любовь, распустятся листочки, и в половине весны забудется зима. Но ты за всю весу не выдавишь ни строчки, ни зачинь полумневшего ума. Когда уйдёт любовь, всё станет очень мило. И даже хорошо, ведь не твоя вина, что нет на всей земле. Её сильнее силы, и слабости слабее, чем она. Когда уйдёт любовь, ты вновь, вернувшись к делу, поймёшь, Что можно жить своей головой, что кровь ещё бежит, Что руки-ноги целы, что, как ни странно, ты ещё живой. Что крепко сесть в седло, ничто уж не мешает, Поскольку у коня отсохли два крыла. Что всё-таки она действительно большая, Действительно огромная была. Так, Настя, ставь палатку, я буду разводить костёр. Доставай тушёнку и шашлычок под коньячок. Знаете такое? А это, кстати говоря, уже такой большой шансон, наверное, а не барбусская. Я не разбираюсь. Михаил Зайцев, студия Радио 54. Как музыка появилась в вашей жизни, Михаил? Мой любимый вопрос для всех музыкантов. Это очень смешная история. Дело в том, что, когда мне было 9 лет, у нас, я вообще из Кольцова, если вы не знаете, это вот Новосибирская область есть, Новокоград, конечно, вот. И у нас очень долго сохранялась традиция пения в подъездах песен, понимаете? То есть моя сестра, она со своими друзьями регулярно приходила в наш подъезд, и они занимались там всяким. В частности... Зачем вы сдали сестру сейчас в всей области? В частности, они пели песни, между прочим, там. Но пели песни они дворовые, там, голуби летят над нашей зоной, вот это все. И однажды я на это очень, так, с интересностью, с большим наблюдал за этим. Из глазка, да? Из глазка я проходил домой, а они там сидят и играют. Я думаю, опа, что же это такое? А они все время играли на гитаре, там. Мне очень все время было это интересно, а сестра меня выгоняла, потому что я был маленький, и что ты тут будешь токереться-то с нами, говорит она. Там еще маме расскажешь, чем мы тут занимаемся. Да-да-да, и однажды она принесла домой гитару. Кому-то из ее друзей было очень лениво нести ее домой, и они оставили у нее на передержку, так сказать. А я просыпаюсь, смотрю, гитара лежит просто вот... Бесхозная. Бесхозная, на кровати. И я думаю, вот это поворот. И я ее такой, значит, беру, трунь такой, вот. И она прям зазвучала, я думаю, вот это круто. Любовь с первого трунь. Все правильно, да. И я попросил свою сестру, говорю, сестра, ну-ка, покажи нам что-нибудь, ты умеешь же играть? А я знал, что она маленько там что-то терянькает. И она мне показала, и свои первые две песни я выучил буквально через две недели. Это были вот как раз эти самые глобы-билетятные наши зоны, и какие-то еще петлюру там пел, еще каких-то исполнителей таких дворовых. Вот. А потом нечаянно получилось так, что узнал, что у нас в Кольцово есть клуб бардовской песни. Пришел туда, там уже познакомился конкретно с бардами, с фестивалями, начал ездить по разным местам, знакомиться с людьми, и понял, что вот бардовская песня. Оказывается, петь под гитару можно не только про... Батарейку. Даже не батарейку, на самом деле. Такое вот, кстати, еще и было не сильно распространено у нас в Кольцово. А вот не только вот этих глупей, не только гоп-стоп, не только про какую-то там блатную романтику вот эту, а оказывается, можно какой-то очень насыщенный, интересный литературный текст петь очень красиво под гитару. Давайте прервемся на короткую рекламу, а потом снова вернемся к насыщенным литературным текстам музыки. Михаил Зайцев у нас в студии, Радио 54. Правильно, как сказать, бард? Да, наверное, просто исполнитель лучше, потому что вот сейчас как раз будет песня следующая. Она будет не бардовская вовсе даже, а можно сказать, что из старой советской эстрады. Вот так, наверное, ее можно назвать. Есть какая-то предыстория у нее? На самом деле, можно, наверное, и так сказать. Дело в том, что дедушка с бабушкой у меня приехали в Академгородок и познакомились именно там, начали жить. Сейчас будет песня «Бабушка рядышком с дедушкой», нет? Нет, будет другая песня. Песня будет такая, что дедушка у меня всегда, он вообще из Искитимского района откуда-то, он из очень глухой какой-то деревни, чуть ли не в землянках жили они еще тогда, и приехал он в Академгородок, чтобы строить сам этот Академгородок и строить ГЭС, между прочим. И я все время представляю, что вот молодой мой дедуля такой весь на энтузиазме приехал строить, какие-то стройки века там происходят, и он такой маленький вроде бы человек, а какие-то грандиозные вещи у него будут сейчас появляться буквально из-под его рук. Вот, и эту песню я вот когда услышал, я прямо сразу очень живо представил своего дедушку, как он такой взял, приехал, тут все настроил. Стоят дворцы, стоят вокзалы, и заводские корпуса, и заводские корпуса могу назвать вам адреса. А без меня, а без меня, тут ничего бы не стояло, тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Во всей красе плотина встала, Помчится бешеный поток, Помчится бешеный поток, И даст река веселый ток. А без меня, а без меня, тут ничего бы не стояло, Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Тут ничего бы не стояло, когда бы не было меня. Прощай, земля, пора настала Летит ракета в небеса Летит ракета в небеса Несет по свету чудеса А без меня, а без меня Тут ничего бы не летало Тут ничего бы не летало Когда бы не было меня Тут ничего бы не летало Когда бы не было меня А кто я есть? Обычный малый, простой, семейный человек Простой семейный человек Живу, как ты, в ракетный век А без меня, а без меня И солнце утром не вставало И солнце утром не вставало Когда бы не было меня И солнце утром не вставало Когда бы не было меня И солнце утром не вставало Свет. Очень хорошо чувствуется, мне кажется, что вы любите исполнять потому что под каждую песню у вас какой-то другой голос подбирается, но за эфиром вы немножко обмолвились, что есть какие-то мысли насчет будущего и, может быть, вы будете делать свой продукт. Свой продукт я уже сейчас, на самом деле, делаю. Мы говорили, а возьми себе вокалиста. Вы заметили, что я больше все-таки играю, чем пою. Дело в том, что очень много разных музыкальных проектов, в которых я участвую именно как гитарист, не как вокалист далеко. То есть вы пишете для кого-то, не для себя? Я даже не пишу. Дело в том, что я песни все-таки исполняю. Писал я песни лет, наверное, до семнадцати, а потом как-то... И были они про любовь? Было по-разному, на самом деле, но сейчас вот с высоты лет, да даже уже с высоты восемнадцатилетнего себя, я посмотрел на эти стихи и понял, что есть авторы, которые точно вот это вот сказали сильно лучше, чем я. Я что-то подумал, ну зачем? Зачем это все делать, если можно уже взять что-то красивое. Я буду лучше играть и исполнять их по-другому. Давайте возьмем еще что-нибудь красивое, напоследок у нас остается совсем немножко времени, что-нибудь коротенькое. Коротенькое. Ага-ха-ха. Так-так-так, коротенькое, окей, давайте. Пусть это будет тогда вот такая песня. По тротуарам гуляет ветер, Свою позенку Никак не встретит, А вроде время Давно пора бы В кольцово осень Уже ноябрь Его бесснежье И днями лужи Пугают многих А я простужен Приму сраженье В борьбе с микстурой Сочту погоду Такую дурой Но Безусловно одно Вопреки Всем лекарственным средствам Руки твои И тепло Лечат лучше Простуду И сердце Тревожат ветер Свои заботы Сродни бегущей Тебе с работы А я в осаде Часов ползущих Смотрю с досадой На всех бегущих В моем безделье Куда болезней Открыть бы средства От ста болезней Но Как не маю Как не горбею Одна выходит все Панацея Все Бесконечно давно Решено Без сторонних участий Други твои И тепло Всевозможных Целебных Причастий Михаил Зайцев Спасибо за тепло Вот это вот У любого мальчика с гитарой Всегда 100 очков вперед Перед девчонками Чем у мальчика без гитары Спасибо большое Спасибо Мы тоже прощаемся Настя уходит в отпуск Друзья Да Со мной услышитесь Как минимум В следующем году Ты останешься в наших сердцах И мне было хорошо С вами надеюсь И вам не очень плохо Субтитры сделал DimaTorzok